В новой галерее Ивановского художественного музея открылась выставка Михаил Дудин к столетию со дня рождения. На обозрение представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью земляка. Уникальные фотографии из семейного архива, книги с автографами и рисунки – все это хранится в фондах Литературного музея Ивановского госуниверситета. Большая часть экспонатов была подарена городу, авторам еще при жизни. Все эти предметы позволяют по-новому взглянуть на личность Михаила Дудина. Поэт, хотя и покинул Ивановскую область, с особым трепетом относился к родным местам. Его, видимо, все-таки чувство родины очень было развито, потому что он просил его похоронить именно в Визовском, хотя он жил большую часть жизни тут же в Ленинграде, просил похоронить в Визовском рядом с матерью. И опять же библиотеку свою он передал в конечном итоге все-таки на свою родину, практически Ивановский университет. Представленные экспонаты – лишь малая часть того, чем располагает Ивановский госуниверситет. Выставки, посвященные жизни и творчеству Михаила Дудина, Литературный музей Ивгу проводят часто. Кроме того, действует постоянная экспозиция «Мемориальная комната Дудина». Организаторы не захотели повторяться и при создании юбилейной экспозиции попытались не ограничиваться стереотипным образом поэт-солдат. Я бы, может быть, не решилась это сделать, но у меня есть союзник сам Михаил Александрович Дудин. Он как-то очень болезненно воспринимал то, что никто не хотел видеть его вот такого постоянного развития. Он же в своих стихах был и лириком, и философом, и в военной поэзии это тоже есть. Но он не ограничивался только военной темой, хотя действительно вот эти вот синие блокадные дети и измученные блокадные старухи все время смотрели ему в затылок. На выставке представлена первая книга стихов Михаила Дудина под названием «Ливень». Небольшой поэтический сборник увидел свет в 1940 году в Иванове, но автор к тому времени уже был на финской войне. В книгу вошли стихи на самую разную тематику. Открывается этот сборник посвящением Ирине Ирине Николаевне Тарсановой, который упоминается и в его знаменитом стихотворении «Соловье». Представляя собственную смерть, ребята, дайте знать Ирине, у нас сегодня пели «Соловье». Но вообще, конечно, над этим поколением в 1939 году, в 1940 уже нависала вот эта тема войны. Она там, безусловно, есть, но есть и стихи любовные. На выставке можно увидеть рисунки, сделанные автором. Малоизвестный факт – Дудин хотел стать художником и даже попытался поступить в Ивановское художественное училище. Он еще, когда учился в сельской школе, послал в какое-то детское московское издание, сейчас, боюсь, не вспомню, название, изображение своей школы. Это было напечатано со стихами. Вокруг школы зайцы скакали, потому что само издание ему показалось скучноватым. Было напечатано еще, когда он был мальчиком. Но в художественное училище он не поступил и стал поэтом. Михаил Дудин известен не только как поэт и общественный деятель. В числе его заслуг – создание в разрушенном войной Ленинграде памятника героям, державшим оборону. Масштабная композиция из 33 фигур была выполнена на средства, которые помог собрать Михаил Дудин. Он выпустил книгу «Песня о Воронье и горе», и деньги на создание монумента стали поступать со всех уголков страны. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!